Как были ваши последние два дня? Сосанга здесь не было, были два выходных. Вчера кто-то, она и ее подруга поехали в Маргао в госпиталь. Прошли рентген, не было никакой проблемы, все в порядке. А потом мы прогулялись по Маргао рынку. И вдруг мы увидели человека, который очень был на вас похож, на мастера, весь в белом. Но энергия его была полностью противоположной. Полная темнота. И он делал круги вокруг меня. Ходил вокруг меня, возвращался снова, уходил снова, возвращался три раза. И после этого я почувствовала себя такой больной, почти умирающей. И моя подруга, она сделала рейки мне. Это может очень помочь. Она сказала, что у меня были блоки в сердечном центре и в горловом. Она сказала, что кто-то как вампир высосал всю энергию из меня. Он решил присоединиться. Он решил присоединиться. Кто? На самом деле я не верю в такие вещи. Ты можешь объяснить, что происходит? И что происходит сейчас? Объяснить, что происходит? Что-то тебе сказал? Нет, он ничего не сказал. Он просто смотрел на меня. Да, он кругом, кругами ходил, обходил. Я не знаю, что произошло в тот момент. В моем состоянии, физическом, эмоциональном очень большие периоды произошли. До этого я была очень сбалансирована, а теперь вообще нет. Я почувствовала очень сильную боль в горле, сердце. Левая часть в основном. Ее трясло. Ее была очень сильная боль, как будто если я что-то теряю, выходила через левую сторону. А второй вопрос. Как мы можем защитить себя от таких вещей? Например, если кто-то недружественно настроен к нам? Себя, свою семью, своих знакомых друзей. Да, если вы что-то чувствовали, что от него что-то происходит, такое что-то происходит, да, значит это было. Потому что вы чувствительны, вы можете понимать, знать это. Понимать свое состояние. До этого было одно, а потом другое. Так что да, точно что-то произошло. И он так же пришел, потому что он у тебя что-то почувствовал. Поэтому он пришел именно к тебе, а не к кому-то другому. Почему только ты? Поэтому вот к тебе. Его энергия негативная была, и он притянулся к тебе, и вот начал это делать. И когда мы очень чувствительны, когда ты имеешь пространство внутри, чистоту, пустоту, и ты идешь в социум, в маркет, однозначно что-то произойдет. Что-то придет к тебе. Хорошо, вот в этот раз что-то особенное произошло. Но вот в социуме каждый что-то имеет, у кого-то сильный ум, кто-то полон гнева, полон каких-то вещей негативных, эмоций. Каждый в мире это имеет. И защита может быть только твоей осознанностью. Когда ты медитируешь, потихоньку, медленно ты это поймешь. Ты вот в Маргао поехал на несколько часов, и вот ты почувствовал очень большую разницу. Здесь вы уже защищены. Наша энергия здесь, потому что на сатанге, в агонде, в палолеме. Но когда ты выезжаешь за пределы этого, это будет большая разница. Энергия поменяется. Где большое энергетическое поле вокруг мастера, люди медитируют, собираются, то они защищены. И если кто-то снаружи проникает в это поле, он чувствует разницу. И так же, если ты из этого поля пойдешь за пределы, ты почувствуешь разницу. Вот ты в Маргао сейчас вчера поехала, а потом ты поедешь в другой город и еще в свою страну, потом вернешься домой. Очень большая разница будет. По мере того, как ты будешь становиться более чувствительным, ты будешь это чувствовать, эти перемены. И вот этот вопрос, как защититься от этого. Ты почувствовал, что до этого ты была в порядке, я бы наслаждалась, очень хорошее пространство у меня было, в балансе. Вдруг кто-то пришел, и очень большая разница появилась. Когда твоя энергия становится жидкой, текучей, ты начинаешь чувствовать других людей. Как вода ты становишься. Куда вода помещается, она становится такой же, как то место. Если она проливается на землю, она становится землей. Если она на растение, то растение. Она сама по себе как энергия. И когда наша энергия становится жидкой, более текущей, начинает течь. Тогда сложнее жить в мире. Гораздо сложнее становится. До этого, когда ваша энергия твердая, как камень, как скала, полностью ум, чистый ум, то вы ничего особо не чувствуете. Ум ничего не чувствует. Ум означает, что вокруг вас стена. Просто вы есть. Есть вы. Вокруг вас стена. Вы никому не позволяете прийти к себе. И никому так же сами не хотите идти. Но когда ваша энергия становится жидкой, вы приходите в сердце. Ваша энергия… А, вы становитесь… Вы приходите в любовь. И тогда вы начинаете разрешать другим приходить. И сами хотите вот это идти. Даже хотите или не хотите, это происходит автоматически. Вам хочется это. И вот это состояние очень сложное для ищущих, для медитаторов. Очень болезненное. Обе вещи происходят. С одной стороны, вам очень хорошо, с другой стороны, что-то очень плохо. Когда вы с хорошими людьми, вы приходите в атмосферу вот такого сасанга, медитации, любящих людей, хорошей энергии, то вы себя чувствуете прекрасно. А когда вы идете в другую среду, вы чувствуете полностью противоположное. И когда вы идете в плохую атмосферу, вы чувствуете негативность, и у вас автоматически возникает вопрос, как я могу выйти за пределы этого. И вот тогда начинается ваш истинный поиск. Я не хочу находиться в этом. И тогда вам придется быть более осознанным, более медитирующим. И вот именно в этот момент начинается ваше настоящее путешествие. Вот сейчас, не до этого. Вот сейчас ваша истинная жажда начинает пробуждаться. Как выйти за пределы игрума, вещей ума? И вы скажете, и вот вы чувствуете, что сначала вы в порядке, прекрасно себя чувствуете. А вдруг вы становитесь полны этого мусора, жадность приходит, гнев. Много разных вещей приходит. И тогда вы знаете, вы понимаете, у меня это есть, это мое. И если кто-то тебя разозлил, или жадность тебя пробудил, или привязанность тебя пробудил, это не значит, что он тебя так не делает. Он просто нажал на кнопочку в тебе, и в тебе это вышло твое. Он просто что-то сказал, и твоя жадность пробудилась. Он что-то сказал, и твоя жадность вышла наружу. Что-то произошло, и твоя привязанность появилась. И что у нас вот это есть все внутри. Единственное, что делает мир, он нажимает на твои кнопки просто. И когда это выходит, пойми, что это твое, у тебя это есть. И сейчас тебе нужно смотреть, наблюдать на это, очищать это. И когда ты будешь больше медитировать, больше наблюдать, более осознанно, тогда это будет больше и больше очищаться. И тогда твоя энергия попадет в третье состояние. Это пар, парообразный. Сначала она была твердая, как камень, как скал, как земля. Второе, это как вода. А третье, это пар. Все время она будет подниматься вверх, как пар. В верхние центры идут вверх, тянется вверх. Вы как будто будете потоком энергии, все время вверх. И когда вы будете находиться в таком состоянии посреди миллиона людей, вы ничего не почувствуете. Вы выше находитесь этого, гораздо выше, чем они. Они вот здесь на земле, а вы на дне. И вот если ты хочешь защитить себя, то тебе нужно сделать свою энергию выше, чем они, чем их энергия. И поэтому нужно больше медитировать, чтобы этого достичь. Более внимательно, бдительно быть. Вот я говорю, каждый раз, каждый момент ты должен быть присутствующим. Это не так, что утром ты осознанно, а после обеда нет. Вечером у меня вообще хорошо, я не буду осознавать себя. Нет, осознанность должна длиться весь день, без природы. Прирызно. Осознанность значит, пытайся присутствовать во всем, что ты делаешь. Автоматически это будет усиливаться. Это медитация. Тогда ты можешь защититься. Иначе ситуация будет не самая лучшая. Медитация делает тебя очень чувствительным. Ты можешь чувствовать боль любого человека. Ты можешь поймать эмоции любого человека. И когда ты очень чувствительный, разговариваешь с человеком. У тебя, допустим, связь с этим человеком есть, там, сестра твоя или родственник. Ты по телефону говоришь просто. Когда ты начинаешь разговаривать, ты связываешься с человеком. И начинаешь ловить его эмоции, его эмоции. А от тебя идет к нему. И зависит только, насколько ты чувствительный. Чем больше идешь в медитацию, тем больше чувствительным ты становишься. И вот человек к тебе притянулся, что-то сделал. Ты поймала его состояние, и ты вся изменилась. Вся твоя радость, вся твоя красота закончилась. Что-то другое появилось. Противоположное. Вот мы ловим это просто. Защититься можно только больше осознанностью. И когда ты будешь очень-очень осознанно, потихоньку твоя аура станет полностью завершенной, целостной. Вот вокруг тебя есть как шар, что-то такое. И когда эта аура, этот шар будет полностью завершенный, если даже что-то придет к тебе, оно подойдет к твоей ауре и как бы отбросится, не проникнет внутрь. Ты идешь в мир, в маркет, общаешься 5-8 часов с миллионом людей и возвращаешься, и ты ничего не чувствуешь, никакой усталость, никакого воздействия на себя. Ты чувствуешь, как будто ты никого не встречал вообще. Ты даже разговаривал о многих вещах с многими людьми, и как будто это все происходило на поверхности, а ты в центре был недосягаем для этого. Вот медитация делает наш центр более сильным, осознанность укрепляет наш центр. Если вы в центре, то ничто на вас не повлияет, а все внешнее происходит на поверхности. Это будет происходить. Чем более чувствительной ты будешь становиться, тем больше этого увидишь. И тогда будет очень сложно находиться в социуме, быть в мире. И тогда появляется жажда, желание, молитва. Я хочу покончить с этим, я не хочу там жить. Я не хочу здесь находиться. Я хочу выйти за пределы, раствориться, закончиться. И тогда вот это желание придет. Да, это произойдет. И очень хорошо, что это происходит. Я хочу, чтобы вы демедитировали и пришли к этому состоянию, когда нигде в мире вы радости никакой не почувствуете. Только в себе, только внутри себя. У вас есть небо, это ваше сердце. Когда вы идете туда, там вы. Вы отдаляетесь от тела и ума. И как только вы приближаетесь к телу и уму, это все появляется снова. Этот ад будет снова. Жизнь в теле – это ад. Жизнь в сердце – это небо, это рай. И медитация научит вас, как вам прийти от тела к сердцу, от ума. Потихоньку вы это поймете. И захотите сами больше быть со своей радостью и меньше вовне. Но в начале это так происходит. Потому что наша привычка всегда смотреть вовне. Уши открыты наружу, глаза наружу. Нос обоняет внешние запахи. Все вовне направлено. Ничто не смотрит внутрь. Но когда мы начинаем медитировать, происходят перемены. Мы начинаем меняться. И когда вы очень глубоко в себя закрываете глаза, смотрите, внутренний свет видите. Внутренний вкус. Очень много вкуснейших ароматов внутри. И все вот эти запахи приходят изнутри. Весь свет приходит изнутри. Вам нужно просто туда пройти. Чем более ты будешь внутри себя, настроен на себя, то ты будешь защищен. И ничто на тебя не повлияет. Была одна женщина 500 лет назад. Посветленная. Ее звали Мира. Ее путь был путь любви. Она была очень преданная Кришне. Со своего детства. С самого рождения. Она всегда пела. Кришна. Как будто она чувствовала, что Кришна всегда был рядом с ней. Спал с ней, разговаривал с ней. Он ушел с ней все. Время очень близко был с ней. 24 часа. Это вот ее был мастер возлюбленный. И ее путь был путь любви. Она плакала. Плакала о Кришне. Танцевала с Кришной. Пела с Кришной. Очень много любви было в ней. Не нормальная, необычная любовь, а любовь к Кришне. Неземная. Вот очень часто она пела одну песню. Если бы я знала, что любовь такая болезненная, я бы сказала, что всему миру не любите. Но с одной стороны это болезнь, а с другой стороны ты растворяешься. И вот это растворение приносит тебе радость. Но она все же шла путем любви, потому что она не могла оставить. Кришну не могла оставить. И в один день она ушла в существование. Это боль медитации, вот эта чувствительность, когда мы ловим от других людей. И когда у вас есть боль, когда ваш гнев полностью закончится, тысячи людей стоят вокруг вас, полностью в гневе, злые, а вы ничего не почувствуете этого. Как будто вы очень далеко от них находитесь. Никто не может вас сделать гневным. Но если у вас это внутри есть, они просто нажмут на кнопку, и это внутри исходит. И тогда ты должен быть благодарным тому человеку. Хорошо, спасибо, что ты мне показал, мне мою жадность, мой гнев, мою ревность. Спасибо. Сейчас я могу смотреть, наблюдать, очищаться от этого. И все эти вещи. Будда говорит, что все эти вещи это болезнь сознания, гнев, жадность, привязанность, ревность. И когда это будет закончено, вы здоровы, вы сознание, вы чистый свет, и каждый полон этого. Что когда вы медитируете, приходит, возникает гнев, вы должны это очистить. Какое-то беспокойство, негатив всплывает. Смотрите на это. И тогда у вас возникает желание, я не хочу в этом пространстве быть, в этом негативе. Никто не хочет быть в беспокойстве. Все хотят быть в любви, в радости, в красоте. Хочу наслаждаться. У вас есть это у вас. Когда вы медитируете в глубину, это начинает выходить. Это красота. Если вы с кем-то разговариваете, вы даже с вашей сестрой разговариваете. Она говорит, я зарабатываю столько денег. Я работаю, но у меня очень много денег. И вдруг ваша жадность просыпается. О! Она, например, на новой машине приезжает. А вы начнете вдруг чувствовать, ой, мне тоже нужна новая машина. И вы друг друга подталкиваете, толкаете друг к другу. Особо-то вам и не нужно это. Немножко. Немножко. Нужна какая-то еда, сон немного, комната. Очень мало нужно нам. Но желания создают очень много вещей у вас. У вас есть свои желания. А люди в миру, они подталкивают вас еще больше. Вы видите, что кто-то на новой машине ездит. И вы говорите, а мне тоже такая нужна. Даже не такая же, а больше, чем у него. И вам нужно себя заставить работать, зарабатывать еще больше денег, чтобы какую-то хитрость придумать, чтобы заработать столько денег. Начинаете обманывать, то-се делать. И начинается игра ума. И ваша расслабленность закончена. Так что мы заканчиваем свою расслабленность своими же руками. Когда вы дети, очень расслаблен. Каждый ребенок очень расслаблен. Он не думает, как бы мне еды раздобыть. Он не думает, что мне сейчас надо денег заработать, а через месяц я их использую. Нет, у них нет особо ума. Но когда ум приходит, но начинается. Ум хочет безопасности в будущем. Уверенности. И вся наша любовь и расслабленность исчезают. Хорошо, у нас появляются вот эти большие деньги или какие-то. Но расслабленности нет. Вот посмотрите на богатых людей, самых богатых. Они сюда вот кланяются. Многие, но у них нет никакой расслабленности. Они не наслаждаются. Я говорю, то, что вы имеете, это не имеет никакого значения. Зачем ты деньги зарабатываешь в таком количестве? Чтобы расслабиться, но у тебя нет расслабления. Тогда деньги приходят, очень хорошо. Нет проблем. Кто-то приходит, отношения приходят, пупилы приходят, друзья приходят, друзья приходят, вещи приходят. Окей, нет проблем. Ты должен быть расслаблен, спокойным, радостным. И тогда все в порядке. И однажды, когда твоя радость в сути уме закончится, ты вдруг захочешь, я хочу быть за пределом этого. Поэтому ты приходишь, когда ты приходишь к мастеру, ты чувствуешь ослабность и радость. Что-то получаешь ты, то, что ты хочешь. Что ты искал, ты начинаешь здесь это чувствовать. И твое сердце говорит, да вот, вот это вот я хочу. Я вот этого хотел очень сильно. Жаждал этого, вот это истина, вот это правильно. И тогда твой поиск начинается. Но в поиске вот это все и будет происходить. Хорошие люди приходят, начинаешь чувствовать хорошую энергию, плохие подходят к тебе, ты будешь чувствовать плохую. И любящих людей гораздо меньше, чем негативных. В социум ты пойдешь, может, 3-4-5 человек таких встретишь. Иначе все полны ума, негатива, желаний. Больше, больше, больше хотят еще. Дай мне, дай мне. Я хочу это, я хочу то. Так много желаний. Никто не расслаблен. А когда ты в свой дом, в свой центр возвращаешься, ты будешь расслаблен. И тогда, что бы ты ни получил, ты чувствуешь очень благодарным. Наслаждаешься. Ты находишься в сдаче, и тебе очень хорошо. Но до этого будет вот такой процесс. Каждый медитатор через это проходит. Сейчас ты очень чувствительна. Вчера вот это произошло с тобой в городе. Сейчас ты вернешься скоро домой, в Москву, в Петербург. Ты будешь очень много чего чувствовать. Сильная чувствительность будет. 5-10 дней, 15. А потом ты вдруг начинаешь чувствовать меньше. Потому что ты потихоньку станешь подобно им. Как если бы ты была сначала вверху, а потом они начинают тебя притягивать, и ты опускаешься и становишься на их уровень. Находиться вверху, когда тебя тянут вниз, очень сложно. Медитация недостаточно сильна, и потихоньку ты будешь притянут вниз. И это очень болезненно, когда с высоты ты опускаешься вниз. Когда ты поднимаешься вверх, ты становишься радостно. Наслаждаешься. А когда вниз приходишь, ты чувствуешь большой дискомфорт и боль. И эта боль даст тебе вот эту жажду, я хочу закончить. Я хочу в то пространство, наверх. Хочу в эту божественность. И тогда, когда ты на самом деле будешь хотеть этого, это будет происходить. Но это придет. Просто будь осознанна, это будет происходить больше и больше. Все, кто медитирует, все саньясины, все это проходят. Очень болезненный опыт. Здесь все в порядке с ними. Когда время приходит, через некоторое время возвращается домой, на свою работу, они начинают трястись. Нет, я не хочу. Вот скоро домой, мне не хочу туда. Но поможет тебе только медитация. Поэтому я говорю, возвращайтесь и делайте там медитацию. Будьте осознаны. Пытайтесь присутствовать. И когда вы будете в настоящем присутствовать, вы будете в безопасности. Но когда ваш ум идет в будущее, в прошлое, куда-то, вы идете умом куда-то, а вещи, что-то извне приходят, внутри вас. Ваш ум уходит далеко, а другой ум чей-то приходит внутри вас в это время. Как бы ваша аура треснутая и в нее проникает. Это процесс, и будет больше происходить этого, я говорю. Ты сейчас вернешься, это будет происходить еще больше. Первые 15 дней ты будешь как бы летать, а потихоньку автоматически будешь потом возвращаться. Скоро ты станешь равна с ними. Они скажут что-то, а ты скажешь что-то. Потому что они где-то, и ты где-то. Пока вы на разных фасадах находитесь, вы не сможете нормально общаться, потому что уровни разные. Они к тебе точно не поднимутся, для них это очень сложно. Если твое пространство очень сильное, то ты можешь притянуть вверх те, с кем ты связан, ты можешь их поднять. Но если пространство не такое сильное, то они тебя вниз потянут. Сейчас ты познаешь радость без всяких причин. Без причины ты становишься радостным в медитации. Вы не понимаете, из-за чего это происходит. Само по себе радость появляется. Когда вы находитесь в настоящем, ваша энергия начинает подниматься вверх, вы будете наслаждаться. И когда вы другого человека встречаете, он полон негатива, вы будете ловить его состояние, воспринимать. Это будет очень хорошо знать, как защититься. Быть более осознанным. Медитация означает, как будто вы идете по острию меча. Вы можете, гуляя по острию меча, вы можете порезать свои ноги. Но кто-то все равно может делать это и не резаться. Или иногда, в цирке, вы можете видеть, они показывают, демонстрируют. Ставят две палки, между ними веревку натягивают и идут по этой веревке. У них в руках палка длинная. Если он влево наклоняется, он вправо балансирует. Потому что в начале они очень много раз падали, когда учились. Это не значит, что вы с первого раза встанете и пойдете. Нет, вам нужно практиковаться, тренироваться. и потихоньку, потихоньку ловить баланс. Так что медитация тренирует вас. Потихоньку вы научитесь, как сохранить баланс. Как я могу быть в мире с людьми и не потерять свое пространство, свою осознанность. Когда ваша медитация будет идеальная, зрелая, сильная, тогда вы можете. Легко это делать. Будете с людьми, но ничего не потеряете. Поэтому нужно продолжать, продолжать практиковаться, медитировать. Поможите. Ребенитация Подписывайтесь на канал. И вы пробитесь, infrastруйта хотите делать м Будday дело. Н conveniently котт Note 4 и чумаю. Получилось попробую abonnену. По данному вкусу присвоयте. Продолжение следует...